Это было 1 сентября, был большой концерт тогда возле института Максима Танка, сейчас это вот возле костела. На площади Независимости, тогда еще, когда не было торгового центра столицы, был концерт. Ну мы с другом, он тоже после армии, вдвоем как бы пошли гулять. И вот мы вместе встретились, познакомились, это все началось у нас. 29 сентября я уже работал тогда еще в пожарной службе, мы встречались с ней практически до где-то марта месяца следующего года, потом я ей сделал предложение. Родился Андрей в 99-м году, я закончила педуниверситет и после выхода из декретного я решила, что детский сад и школа это не мое. Поэтому решила прийти в МЧС. Были моменты, когда я тоже в этой части в конечном итоге перевелся сюда, работал, мы работали даже в одном карауле. Значит это был не коварный абсолютно план. Она сутки дежурит, я сутки дежурю, а потом встречаемся, как-то даже скучали друг по другу, так интересно. Потом проработали конечно в одном карауле, ну конечно такой контроль как бы, когда жена рядом как бы. Андрей был маленький, постоянно бегал здесь по пожарной части, здесь тоже был у нас приучен к пожарным машинам, он знал, что такое тревога, что такое пожар. Все у сына здесь было как бы на глазах, тревоги эти ночные, машины эти выезжающие. Прожил в пожарной части 11 лет и еще в первом классе родителям сказал, что я хочу быть пожарным. На протяжении всей жизни в мыслях было только это. И вот как только мне стукнуло 18, я перешел в 13. Две дочки у нас есть, старший 13 лет, младший 5 лет. Какая их дальнейшая судьба и как они определятся, с кем они станут, продолжат ли они нашу династию пожарных. Я не жалею о том, что мы так все вместе работаем здесь в МЧС, это довольно даже интересно. Мы друг друга дополняем. Мы все очень дружные, всегда друг друга поддерживаем, у нас все хорошо. Хочу пожелать сегодня Международный день семьи, каждой семье здоровья, счастья. Чтобы у вас, детки ваши, родные, все близкие были здоровы, любви, благополучия и всего самого хорошего.